Здравствуйте, это новости в студии Евгений Нифанов, сегодня в Омске. Новая жизнь старого дома. Изначально были заселены коммунальными квартирами. Где пройдет капремонт в Омске? Съедобно надолго. Его можно закупить впрок. Зачем хранить урожай картофеля 2013? Что принесет 2014 год? Есть риск, что будет серьезный экономический кризис. По срокам это с апреля по август. Какие еще прогнозы сделала психотехнолог? А также, как коммунальщики справляются со снегом? И почему в олимпийскую сборную по шортреку может войти и третья мичка? Сегодня подтвердили, что платить за капитальный ремонт, а мичи начнут с мая. А квитанции с этой строкой придут в июне. Минимальный взнос составит 6 рублей 70 копеек. Лифты, кровля, инженерка. Вот слабые места старых многоэтажек Омска. Исправить ситуацию должна региональная долгосрочная программа капремонта. Уже в этом году отремонтируют 320 домов за счет средств фонда и денег жильцов. Платить придется 30 лет. Таков срок действия программы. Одним из первых отремонтируют 130-й дом по улице Декабристов. Особенность программы и мнение жильцов в репортаже Анны Рыбиной и Сергея Гаврилова. Необычное соседство. Дом рядом с СКК имени Блинова с виду ну никак не похож на жилой. Величественная четырехэтажная постройка с мансардой. Огромные парадные. Балконов нет. Потолки 3,20. Представить еще несколько колонн с фасада. Вылитое здание НКВД. Впрочем, примерно так оно и было, рассказывают жильцы. Дом, конечно же, не типовой. Изначально планировалось, как рассказывают старожилы, непосредственно под административное здание. Органов безопасности. Но впоследствии были заселены, изначально были заселены коммунальными квартирами. Сделанное на совесть строение все же пообветшало. 71 год эксплуатации, как-никак. Много лет жильцы пытались добиться реставрации. Возникали сложности с долевым софинансированием. И вот выход найден. 130-й дом по декабристам вошел в долгосрочную региональную программу капремонта. Она утверждена омским правительством 30 декабря. И опубликована на официальном сайте Омская губерния. И по ней 320 многоквартирных домов Омска отремонтируют уже в этом году. После того, как 30 декабря была принята и опубликована официальная программа, у собственников есть два месяца для того, чтобы определиться со способом накопления средств либо на специальном счете, либо на счете регионального оператора. И определиться с конструктивным элементом, который необходимо в первую очередь делать на данном доме. В топе первоочередных проблем старых многоквартирных домов – лифты, кровля и инженерные сети. Лифты в данном строении не предусмотрены, крышу чинили в 2005-м. А вот инженерка действительно подкачала. Согласно федеральному законодательству, все собственники помещения в многоквартирных домах теперь обязаны регулярно делать взнос на капремонт. В Омской области он составляет 6 рублей 70 копеек с квадратного метра жилья. Большинство собственников, конечно же, просто еще относятся скептически к возможности проведения этого капремонта. И считают, возможно и обоснованно, что это должно сделать государство или муниципальный орган. Получается в среднем 300 рублей в месяц с квартиры. Жильцы 130-го дома будут копить средства на счете регионального оператора. На собрании решили так проще. А еще решили, кроме инженерных сетей, обязательно отреставрировать фасад. Все же гордость дома. Через год полюбоваться обновленным зданием приедут Анна Рыбина и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Узнать, когда в вашем доме будет капремонт, можно на сайте капремонтомск.ру. Отремонтировать все дома сразу не получится. Куда проще с некондиционными овощами. Их можно использовать в приготовлении вкусных блюд. При условии, если их помыть, порезать и засушить. Для такой переработки овощей сегодня в Омске открылся первый в регионе специальный завод. Инвестиции составили 15 миллионов рублей. Репортаж Марина Бугрова и Вячеслава Лысенко. Мелкий, грязный или не очень приглядной формы картофель теперь найдет свое место вот здесь, на производственном конвейере. Пара минут и из некондиционных клубней получаются красивые кубики или соломки. Такое производство сырья рассчитано в первую очередь для предприятий, выпускающих, к примеру, вареники, быстрорастворимое пюре или пакетные супы. Александр Парфенов, генеральный директор нового завода, уверен, спросом сушеная продукция пользоваться будет. На этапе вкусоналадочных работ у него уже готовы приобрести почти 90 тонн продукции. Предприятия-переработчики не могут угнаться за ценами. У них четко спланированный бюджет, за который они выпрыгнуть не могут. Конкуренция им не позволяет это делать. Сушеный продукт, он неприхотлив, он хорошо хранится. У него сроки годности реализации до двух лет, в зависимости от влажности. А значит, его можно закупить впрок. Впрочем, на месте картофеля может оказаться любой овощ, ягода, грипп или даже лекарственное растение, которое можно засушить в специальной печи. Новый завод – это и новые рабочие места для мячей. Известно, пока в штате будет точно не меньше 50 человек. Но вот кого уж наверняка в буквальном смысле выручит такое производство, так это агрария. Самая большая наша беда и недостаток – это, конечно же, отсутствие фактической переработки и картофеля, и овощей. Когда урожайный год, проблемы сбыть картофель есть сегодня. Поэтому вот это направление – это очень-очень перспективное. Значит, это переработка с последующей реализацией. Сейчас, пока производство набирает обороты, все внимание специалистов завода приковано и к фирменной фасовке. Сушеная продукция вполне может стать брендом Омского региона. Марина Бугрова и Вячеслав Лысенко. Антенна 7. Сегодня в Омске накануне 292-й годовщины со дня образования прокуратуры России торжественно поздравили и наградили лучших работников этой сферы деятельности. Профессиональное мастерство, повышенное чувство ответственности, а также примерное исполнение служебных обязанностей для многих сделали этот праздник по-настоящему заслуженным. Приказами генпрокурора России Юрия Чайки и прокурором Омской области Анастаса Спиридонова сегодня были отмечены 132 человека. Это работники и ветераны органов прокуратуры области. Стоит отметить, что в порядке поощрения генеральным прокурорам России двум сотрудникам прокуратуры Омской области досрочно присвоены очередные классные чины. 2013-й стал для правозащитников сложным и напряженным. Снизить преступность, выросшую в начале прошлого года, удалось лишь к его завершению. Сегодня граждане чаще всего обращаются в прокуратуру за помощью в разрешении вопросов трудового, жилищного законодательства в сфере ЖКХ и социальной жизни. Большая работа, говорят руководители надзорного органа, в ушедшем году была проделана в сфере тарифообразования, законности деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Было выявлено около 5000 нарушений. Были приняты многие прокурорские акты реагирования, которые восстановили нарушенные права граждан. Данная работа, конечно же, не завершена и она будет продолжена уже в 2014 году. Правительство Омской области сегодня нацелено на динамичное развитие региона, на развитие экономики, на повышение инвестиционной составляющей, на эффективное развитие и сохранение социальной и правовой стабильности в регионе. И я уверен, что наша ТАСС сегодня конструктивная, совместная работа органов исполнительной власти и прокуратуры и обеспечит правопорядок и будет способствовать снижению уровня преступности в регионе. Продуктивно провели 2013-й и в городской прокуратуре около 3000 нарушений. Выявили за 12 месяцев. Больше половины из них в сфере защиты и свободы прав граждан. Немалая часть нарушений имела коррупционный оттенок. В этой сфере их выявили около 300. На прием к прокурору и помощникам приходят и простые амичи со своими жалобами, в основном сезонными. То есть весной и осенью, например, недовольны качеством омских дорог, а начало года ознаменовалось обращениями граждан по поводу возможного повышения стоимости проезда, отметили в прокуратуре. В рамках осуществления надзора за безопасностью дорожной деятельности прокуратурой города в 2013 году были организованы проверки, по результатам которых выявлены многочисленные нарушения. Это в первую очередь нарушения, связанные с содержанием автомобильных дорог. По результатам выявленных нарушений прокуратуры города внесено представление мэру города Омска, по результатам рассмотрения которого приняты соответствующие меры для устранения нарушений. А тем временем сотрудники дорожных служб Омска остались без новогодних праздников. Об этом стало известно сегодня в ходе очередных работ в центре города. Уже 1 января наперекор планам на расчистку дорог были мобилизованы все силы управления. Погода не щадит никого, уборка ведется в ежедневном режиме. Сегодня рабочие приступили к расчистке снежных завалов на остановках города. Из-за обильных снегопадов еще несколько часов назад, чтобы попасть в троллейбус, пришлось бы проявить недюжинную ловкость. Отмечу, что с начала этого года из города уже вывезено более 15 тысяч кубометров снега. Плановая вывозка снега с улиц и дорог города. Она будет проводиться буквально ежедневно, в ночное время. В дневное время мы будем выполнять работы, в частности, на остановках общественного транспорта, по мере накопления снега, допустим, вот на этой остановке, если осадки будут идти, то через неделю практически здесь будет то же самое, да, и нам придется проводить работы повторно. Что предвещает нам Новый год, каким 2014 будет узнать предстоящее, позволяют карты и наука. Верить в это или нет, ну, дело каждого, но для тех, кому интересно заглянуть в будущее, материал Светланы Урованцевой и Александра Филиппова. В современном интересе к будущему нет ничего от магии, чистая математика. Наталья Талисман, чтобы узнать, каким будет 2014 год, составляет график. Сам по себе год будет крайне сложным. После Олимпиады в стране есть риск того, что будет серьезный экономический кризис. По срокам это с апреля по август. В это время рекомендуем, вернее, к этому времени рекомендую сделать себе какую-то воздушную подушку, не переживать на тему экономических событий. Их надо просто пережить, потому что уже к августу, сентябрю, октябрю ситуация начнет нормализовываться. И, в общем-то, к концу года все достаточно хорошо выровняется. Кто победит на Олимпиаде, Наталья не говорит, иначе смотреть будет неинтересно. Психотехнолог только уверяет, что самое ожидаемое событие этого года будет зрелищным, скандальным и интересным, как никогда. А вот «Авангард» порадует своих болельщиков чуть позже, прогнозирует Наталья. Ещё, наверное, в течение двух-трёх лет ситуация нормализуется, «Авангард» вновь возьмёт тот уровень и то настроение болельщиков, которое у него было раньше. Зато уже в этом году могут случиться серьёзные политические изменения, касающиеся всей страны. С точки зрения ведической астрологии, да и других направлений в астрологии, которые говорят о том, что смена политических элит в стране произойдёт. Сама смена, она будет, скажем так, очень громкой и абсолютно спокойной для всех россиян. Для нашего города год будет спокойным. Это относится и к безопасности омичей. Никаких ЧП, терактов, природных катаклизмов не предполагается. Урожай 2014 года ожидается хороший. Так говорят цифры и карты. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7. По церковному календарю сейчас дни по празднества. В это время в церкви все службы проходят с песнопениями в честь Рождества Христова. Так будет до крещения Господня. Кроме особенностей и богослужения, ничего другого церковь в эти дни не предусматривается. Есть такое понятие, как сплошная седмица. Ради праздника Рождества Христова, торжественности, люди, прошедшие 40-дневный пост рождественский, не ограничивают себя во вкушении пищи целую неделю. Они кушают и в среду, и в пятницу продукты, которые в обычное время мы бы откладывали в сторону, ожидая возможности питаться с коронным. То есть идет сплошная седмица. Святки или святые вечера от Рождества и до Крещения проходят 12 праздничных дней. Сейчас они ассоциируются только с гаданиями у девушек, а между тем делать этого нельзя. Почему? Что представляют собой святки? Сегодня в Сибирском культурном центре об этом рассказали воспитанникам детского дома. Воспитанникам детского дома про Рождество Христово рассказывают с помощью представления. Небольшой кукольный театр – это вертеп. Он воспроизводит историю рождения Христова. Дети сидят тихо, не шумят, слушают. Про Иисуса как Рождество празднуто. И вообще, что значит такое Рождество? Ну, что это за праздник? Каледование, встреча гостей, развлечения были в ходу на святки в прежние времена и, мягко говоря, непривычные игры. Например, это, так называется, игра в покойника, но символизирует воскрешение. И дети, которым предложили сегодня в неё сыграть, оказались в курсе. Их такая святочная особенность не шокировала. Нам показывали это. А страшно на святки гадать. Этого вообще нельзя делать. Слишком тонка грань между нашим и потусторонними мирами с Рождества и до Крещения. Конечно, гадания были. Девушки молодые, по глупости, хотели зачем-то открыть завесу перед тем, что их ожидает. Узнать, какой будет муж, какая будет свекровь. Бывали ситуации, что нам рассказывали в экспедициях, которые заканчивались действительно трагически. Когда девушки по глупости призывали нечистую силу. И были и смертельные исходы, и там и душевно больные оставались. Просто не выносил рассудок. Представители церкви никого не пугают. Просто говорят о том, что нужно знать историю традиций и обрядов. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7. Новый год и у «Зебр» бывает. Накануне в одном из омских ресторанов состоялось награждение победителей конкурса на лучший новогодний рисунок. В этот день суши-бар «Зебры», входящий в состав холдинга «Атлантида Групп», превратился в настоящий мир детства. Сказочные персонажи, мыльные пузыри, море игры, веселье. Мы были с семьей в ресторане. Ребенок рисовал рисунок. Написали телефон, сказали, что будет розыгрыш призов. Нам позвонили и позвали. В конкурсе участвовали около 20 детей. Большинство рисунков здесь посвящено зебрам. Дети считают, что это африканский родственник, символа 2014 года. Там нарисован пляж, и люди загорают. И очень светит солнце. В итоге никто не ушел без подарков. Лучшие работы были награждены ценными призами, но тем, кому повезло чуть меньше, получили утешительные сувениры. На Эльбурбар, Сергей Гаврилов, «Фонтена 7». Хенрик Карлсон может официально стать новым вратарем авангарда уже в ближайшие часы. Шведская пресса пишет об интересе омского клуба к 30-летнему голкиперу по прозвищу «Башня». Почти двухметровый Карлсон выступал в НХЛ с 2010-2013 в составе «Калгари» и «Чикаго». Этот сезон кандидат на место в воротах ястребов начал на родине в Швеции в местной хоккейной лиге. На данный момент после расторжения контракта с канадцем Мэттью Гароном из-за травмы «Авангард» остается с двумя вратарями – 39-летним Андреем Мезиным и 18-летним Денисом Костином. Количество мячей, которые будут представлять Омскую область на Олимпийских играх, может увеличиться благодаря еще одной шорт-трекистке Нине Евтеевой. Об этом нам сегодня рассказал заслуженный тренер России Анатолий Брасалин. Брасалин работает с пятым поколением омских шорт-трекистов. Сегодня спортсмены совершенствовали технические приемы на паркете. В группе те, кто может выступить на следующей Олимпиаде. С нынешними сборниками Брасалин больше общается по интернету. Тренер рад, что его воспитанница Екатерина Баранок вошла в состав эстафетной команды на игры в Сочи. При этом назвал и главную проблему россиянок. Решается в эстафете именно последней смены. Не первые две смены, две-три смены, а вот именно последняя смена, где нужно бороться, где нужно бежать, где показывать результаты. Последние этапы Кубка мира показали, что они на последних сменах все проектируют. По мнению Брасалина, нынешнему руководству сборной не мешало бы подумать над иной расстановкой. А мячки Татьяна Бородулина и Екатерина Баранок сегодня сильны в спринте. Есть смысл попробовать переместить Бородулину с финиша на более ранний отрезок. Баранок стабильна и могла бы хорошо продолжить. Она обладает этими надежностью, обладает манерностью. Двухгодичные выступления на этапах Кубка мира и в официальных соревнованиях, даже в чемпионатах мира и Европы показали, что она надежно выступает и практически у ней редко бывает определенный строй. Финишировать, по мнению Брасалина, может самая опытная омская шорт-трекистка Нина Евтеева. Сейчас у нее статус запасной. Главный тренер российской сборной Себастьян Кросс придерживается спортивного принципа. Если амичка хорошо выступит на стартующем 17 января в Дрездене чемпионате Европы, то в Сочи могут выступить три наши спортсменки. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. В Омске продолжает свою работу меховая ярмарка «Канада Фурс». Небывалый ассортимент, составляющий 5000 моделей, притягивает все больше мечей. Что выбирают на сибирскую зиму? Смотрите наш сюжет. Редко встретишь девушку или женщину, которая бы не испытывала слабости к меху. Почему девушки так любят мех? Потому что он такой мягкий и теплый. Но благородного соболя или модную норку может позволить себе не каждая. Лучший вариант и красиво, и недорого – шуба из мутона. Это разновидность овчины – самого теплого вида меха, который обработали специальным средством. Да и выкрасить такой мех можно в любой цвет. Шуба из мутона прослужит своей хозяйке не один и даже не два сезона, говорят продавцы-консультанты. Да и погодные условия таким шубам нипочем. Все изделия у нас можно оформить в кредит, есть безналичный расчет. Меховая выставка «Канада Фурс» работает с 9 утра и до 8 вечера до 12 января в областном экспоцентре. Денис Ионас, Сергей Гаврилов, «Антенна-7». Свои интересные видеоистории присылайте на наш электронный ящик. Новости собака.антенна7.ру и очередных приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова